Дворельки на улице Космонавтов совсем недавно такие уютные и комфортные, с совершенно новыми, красиво выкрашенными предметами уличного интерьера. Еще вчера здесь звучал громкий детский смех, а сегодня уродливо залитые белой краской скамейки с похабными надписями и заляпанные поручни. Досталось даже ни в чем не повинным качелям. Для жильцов такая выходка – настоящий шок. Сегодня утром сосед, когда мне в 15.06 позвонил и сказал, «Пожалуйста, выгляни в окно и посмотри, что творится». У него слезы были на глазах. Как можно, как можно вот это все взять и похабить, как говорится. Сегодня утром вышла в 7.30 с ребенком, ребенку 3 года и 2 месяца погулять. Все залито краской, милиция. Я обратно зашла в квартиру с ребенком. Подобное на этой улице происходит не в первый раз. Две недели назад инициативная группа микрорайона «Ленинский» и поставила эти скамейки, столики и поручни на подъездах. Неделю спустя кто-то самовольно перекрасил их в другой цвет. Ночью при фонарике около третьего подъезда две скамейки. Ночью берут и красят. Утром просыпаемся, они в желтом цвете. Жители микрорайона крайне обеспокоены и пытаются найти виновного. Высказывают разные предположения. С утра обратились в милицию. Надеются, виновный будет наказан. Сегодня утром тоже встала через окно, глядь, уже все белое, залито. Именно что залито белой краской. Можно брать и красить по новой, размазывать. Аж течет эта краска. Сосед вызвал, даже милицию вызвал. Ну невозможно. Ну что у нас вообще это? Это факт вандализма. Это нельзя оставлять. Это, как говорится, безнаказанно. Сотрудники милиции собрали показания и составили протокол. Образцы злополучной краски взяты на экспертизу. Жители говорят, остается надеяться, что подобное больше не повторится. В этой ситуации все зависит от сознательности горожан, ведь каждой скамейки милиционера не представишь.